Ольга Прохватыла – известная российская актриса, которая сыграла в более 30 фильмах, так и не получив своей главной роли. Несмотря на то, что Ольга играла второстепенных или эпизодических персонажей, внимание зрителей было притянуто к её персоне. Прохватыла радовала поклонников своей замечательной игрой в таких известных сериалах, как «Моя прекрасная няня», «Ранетки», «ДМБ», «Папины дочки». Она могла бы ещё долгое время радовать зрителей своей сногсшибательной игрой, если бы в 2013 году не произошла настоящая трагедия. Ольга Прохватыла родилась в 1968 году в самой обыкновенной рабочей семье. Девочка появилась на свет в небольшом городке Свердловске. Её родители работали на железной дороге, поэтому их судьба была нежеланна для ребёнка. С юного возраста Оленька понимала, что ей не хочется повторять участь своих родителей. Она всегда мечтала о большем, грезя уехать в крупный город и добиться успеха в карьере. Родители были изумлены талантом своей дочери, ведь в их роду не было творческих людей. С раннего возраста Оля начала проявлять свои актёрские способности, а с 12 выступает на сцене театра-студии «Факел». Прохватыла не сомневалась в том, что после школы она отправится в театральный институт. Девушке с лёгкостью удалось воплотить в реальность свою мечту, ведь комиссия осталась в восторге от таланта будущей звезды. Окончив институт, Ольга смогла получить роль в пьесе «Свои люди сочтёмся». Зрители замечали удивительное мастерство начинавшей актрисы, они аплодировали звезде, а критики оставляли положительные рецензии. Несмотря на то, что начало карьеры Ольги было довольно-таки удачным, режиссёры крупных проектов не спешили приглашать её в свои работы. Актрисе могли предложить только второстепенные роли, несмотря на её яркую внешность. Рыжеволосая актриса с аппетитными формами, как никто другой, подходила для игры главных персонажей, но у режиссёров было другое мнение. Ольга Прохватыла соглашалась сыграть даже эпизодические роли, ведь она не хотела ни дня сидеть без работы. Актриса искренне мечтала об игре в кино, участии в серьёзных проектах. Съёмки переносили ей слишком мало денег, поэтому звезда была вынуждена оставаться на ночь в гримёрке или у своих друзей и коллег. Ольга Прохватыла мечтала о собственной квартире, но никак не могла собрать заветную сумму. Актриса не останавливалась на игре в кино, она брала подработки няней или аниматором на праздниках. Мать не могла смотреть на изнуряющий труд Ольги и помогла ей приобрести жильё. Женщина решила продать свою квартиру и отдала вырученные деньги дочери, сама же переехала жить в деревню. Приобретя жильё, Ольга не почувствовала себя счастливой. Пустоту в сердце помогали закрыть только любимые животные телезвезды – кошка и собака. Особенный трепет актриса испытывала к плюшевым игрушкам. Они стали свидетелями гибели Ольги Прохватыла. Долгое время считали, что актриса умерла от сердечного приступа. Журналисты пытались обогатиться на имени звезды, утверждая, что она слишком увлеклась алкогольными напитками, что и послужило причиной смерти. Однако данная версия была ошибочной. Друг Ольги, телеведущий Владимир Каналаш, рассказал о том, что в последнее время актриса чувствовала полную опустошённость. Она умерла в своей столичной квартире, находясь в полном одиночестве. Друг звезды назвал причину смерти Прохватыла, заявив, что у неё оторвался тромб. Тело знаменитости должны были кремировать, но родственники не сделали этого. Актриса была похоронена на Богородском кладбище в Подмосковье. Ольга Прохватыла так и не дожила до своего 45-летия.